Хайден энд Дэнджерус 2 является смесью всевозможных игровых жанров, в основе которого лежит тактика, но присутствует и стратегия, и РПГ, и шутер, при этом всё это в нём гармонирует. И он по праву считается одной из лучших игр 2003 года, хотя сейчас о нём мало кто знает, а зря, так как современным играм тут есть чему поучиться. 1941 год, разгар Второй мировой войны. Страны оси одерживают победу за победой, и кажется, что никто не может их остановить. Однако в борьбе с ними себя прекрасно зарекомендовали диверсионные отряды, цель которых было пробраться в тыл врага, что-то украсть или взорвать, и быстренько покинуть враждебную местность. Принимали в такие подразделения лучших и из лучших. А командирами назначались не те, у кого выше звание, а те, кто лучше себя проявит, поэтому нередко Капрал мог командовать сержантом. Такую группу нам и дано возглавить. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! После приступаем к формированию отряда. На выбор нам доступны пару десятков досье, из которых мы сможем выбрать до 4 понравившихся. Все вояки имеют свою небольшую историю и могут в чём-то специализироваться. Характеристик немного. Сила отвечает за переносимый груз, здоровье соответственно за нашу жизнь, скрытность за то, со скольки метров нас услышат или увидят. Медицина за применение медицинских препаратов. То есть использовать аптечку могут все, но у врача медпрепараты будут расходоваться более экономно, а эффект выше. Ну и меткость за разброс пуль во время стрельбы и устойчивость прицела при снайперском выстреле. Все параметры качаются посредством их применения, кроме здоровья оно не растёт, и силы, которые прибавляются автоматом после каждой миссии всем участникам боя, давая возможность переносить на полкилограмма больше. Собрав команду, можем начинать игру, и начну с плохого. Те, кто приобрел игру сразу после её релиза, наверняка помнят то количество багов, что её сопровождало. Противники норовили застрять в текстурах, причём так, что третий режим, где нужно всех убить, выполнить было невозможно. Их Алл был на уровне «Увидел стреляй», а Алл наших соратников ещё хуже, они постоянно норовили заблудиться в трёх соснах, а сами кроме того, как стрелять, ни на что были не способны. Причём, если они видели противника на вышке, то открывали огонь, несмотря на то, что их автоматы туда попросту не доставали. Однако разработчики быстро выпустили патч, исправляющий критические промахи, а со временем поправили почти всё, и игра преобразилась. С первого взгляда она может напомнить военный фильм, однако дорогой и хорошо проработанный фильм, где спецэффекты не идут главным достоинством, а выступают в роли приложения к сюжету и геймплею, чего в последнее время не хватает. Хотя графика на момент выхода и отставала, но смотрелось всё весьма недурно, а красоты проявлялись в другом. К управлению нужно было привыкнуть и уметь им пользоваться, а всё из-за трёх возможных режимов, которые кардинально друг от друга отличаются. Первый режим с видом от третьего лица, по сути основной, так как проведём мы в нём процентов 90 времени, управляя своими диверсантами по очереди, или раздавая им приказы через быструю панель. А в это время основной герой, а любимчик у нас в любом случае будет, будет играть роль командира. Кстати, даже оставшись без нашего чуткого руководства, наш боевой состав ведёт себя вполне адекватно. В панике не бегает, поливая всё свинцом, а метка посылает короткие очереди, умело убивая врагов. Второй режим с видом от первого лица, с ним удобно зачищать помещение, так как в этот момент мы наиболее точно стреляем. Правда кругозор меньше, но в замкнутом пространстве нам он не нужен. А вот команду в этот момент лучше оставить на улице, так как хотя виртуальный интеллект улучшен, но в коридорах они до сих пор подтупливают и могут шмальнуть в спину. Третий режим тактический, камера устремляется в небо и мы сможем командовать четвёркой одновременно, выставляя активную паузу. Хотя я не думаю, что кто-то им пользовался, кроме как для разведки местности. Всё-таки узнать откуда по нам палит снайпер удобно, а вот управлять-то командой отнюдь. Игра разбита на эпизоды, каждый из которых это какое-то задание в какой-то точке планеты, куда нас десантируют, ну или доставляют иным способом. Почти каждый эпизод разбит на 2-4 подмиссии, проходящих на разных локациях. Локации в игре два типа, первая представляет собой открытую местность и к цели ведут несколько дорог. То есть можно потихоньку пробраться с чёрного хода, кусачками вырезав проволоку, или захватить транспорт и ворваться через главный, или переодеться и прошмыгнуть как свой. Да, по теории куча способов, но на деле всё равно придётся валить всех, хоть при тихом прохождении, хоть при громком, так как обычно это условия миссии, вроде зачисти базу и проникни в подземный комплекс. Поэтому бесшумное прохождение сводится к бесшумной зачистке местности. Ну а громкое всё равно не приветствуется, так как обычно нашим воякам хватит и 3-4 попаданий, дабы увидеть тот свет, если только мы не займём удобные для обороны позиции. Со входом в тот же комплекс начинается второй вид локаций, коридорный, где бывает мы должны выбрать всего одного героя, остальные будут караулить снаружи. Ну или пересечь пустыню на авто, где с пути нельзя свернуть, так как кругом мины. После всяких зачисток часто начинаются миссии временной обороны и побега. Вот тут первая часть Hidden and Dangerous выгодно отличалась от второй, так как в ней мы действительно должны были бежать от наседающих неприятелей, а шансы всех убить были почти равны нулю. Тут же это возможно и делается довольно легко, после чего можно с ленцой покидать данный сектор. Помимо непосредственного выполнения главных заданий будут и дополнительные, правда тут они не столь важны, денег или экспы всё равно нету. Ну вот получить медаль или повысить своё воинское звание этим можно. Теоретически толку от этого нет, но стараешься всё равно. Перед самой высадкой нам дают возможность экипироваться, но обычно того, что предлагают, надолго не хватает, так как всё не унесёшь из-за веса. Особенно по началу, к середине игры бойцы смогут приносить в разы больше. Поэтому придётся обшаривать местность и мародёрствовать для пополнения запасов, особенно аптечек с патронами легче. Жаль, правда, что после каждого эпизода всё непосильно нажитое пропадает и отряд нужно укомплектовывать тем, что будет на складе. Кстати, потери бойца игра не оканчиваются и к следующей миссии нам дадут снова пополнить состав из предложенных досье. Вот только делать это нежелательно, лучше переиграть, так как опытного вояку никто уже не заменит. Хотя, Hidden and Dangerous нельзя отнести к легендарным проектам, но всё же это хорошо продуманная и интересная игра, в которую стоит поиграть, не взирая на время. И если вы не графоман, то я на 85% уверен, что она вам понравится, несмотря на то, какой жанр в играх вы предпочитаете. Причём, как уже говорилось, тут их несколько и они довольно неплохо гармонируют. А на этом всё, всем удачи и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok